Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всем привет, меня зовут Балгай Знасет. Я представляю Казахстан. Мне 18 лет. Я играю на саксофоне и пою. Мы играем на инструментах. Это Оскомус. Вот это Комус. Мальчики играют Чопочор. Сыгызлы. Джигачас Комус есть у нас. И Буквыяк еще. Я буду представлять свой номер как бы три в одном. Это будет пение, танец и игра на скрипке. Этот путь тоже выбрала я благодаря Ван Сеней и моему дяде, который тоже был скрипачом. Я играю на гуслях, сочиняю стихи. И мой творческий путь начался 1 мая 2020 года. Мне подарил брат гусли. Это было вообще фантастически. Ну, конечно, он говорит, выбирай себе. Я долго выбирала и остановилась именно на этой модели, потому что там широченный просто выбор. Я выбрала, получается, универсальную модель. Я занимаюсь мультиинструментальными выступлениями, то есть демонстрирую инструменты более пяти инструментов. Дамбра, скрипка, фортепиано, шанхо-бос, хулхо-бос, ну и так далее. Играю на танбуре на разных инструментах. На танбуре, на дутаре, на рубабе и на дуэре тоже играю и пою. Классику, нашу классику и шашмакон. По исследованиям ученых, игра на любом музыкальном инструменте активирует мозг. У детей улучшается мелкая моторика, быстрее усваиваются новые знания, а у взрослых отмечается укрепление памяти. В 14 лет я попросил родителей купить мне скрипку. Но скрипка – это как бы сложный инструмент. Но все же я попробовал поиграть. В вечернее время я приехал с инструментом домой. И на следующий день, на мероприятие я уже исполнил свое первое произведение. Как бы за вечер какие-то азы я уже научился. Потом я понял, что если я осваиваю скрипку, значит, в принципе, я могу освоить и другие инструменты. Попробовал поиграть на гитаре, попробовал поиграть на аккордеоне, на сазе, на холхобозе, шамхобозе, на различных инструментах. И понял, что действительно я могу продемонстрировать музыкальное исполнение в роли мультиинструменталиста. Когда я учился в университете аграрного, когда учился в первом курсе, там многие друзья пошли гулять в этом парке. Мы тоже пошли там. Там многие играли. И у меня чувство, что я тоже хотел играть, заниматься гитарой. Пошел к отцу, мой отец тоже играет в гитару, купил гитару и пошел к отцу, чтобы он мне научил. Ну, сколько он научил меня, ну, поступление-поступление я научился. Я по образованию инженер-строитель, но я закончил бакалавр. И чтобы у меня было больше времени заниматься музыкой и оставаться в Китае, так как там рынок есть, я поступил в магистратуру, но я не посещал уроки, так что сейчас, наверное, родственники будут в шоке, но я не посещал пары, я просто поступил, чтобы у меня было время заниматься на гитаре. Как бы я ради этого поступил. В нашем шоу талантов талантливые, для драйва и вдохновения ведущая проекта может даже позаимствовать ресурсы участников. Разумеется, после выступления. Вы же понимаете, откуда они? То есть мы все такие талантливые. Пути артиста к источнику вдохновения неисповедимы. Конечно, немаловажную роль играет окружение потенциального исполнителя. Вот я играю на танбуре, а в Казахстане играет на домбуре, а в Киргизии комбузе играет, а в узбеке тоже на танбуре, на дутаре играет. Инструмент очень похож, очень близко друг к другу. Азербайджанцы тоже над этим инструментом играют и свое показывают. Этот инструмент называется дойра. Он переходил от поколения к поколению и вот дошел до наших времен. На нем можно играть как на профессиональной сцене, так и на свадьбе. Это самый любимый инструмент нашего народа. Сама душа на нем играет. На свадьбах мы обычно играем что-нибудь веселое. Послушайте. Это узбекский национальный тамбур. Это узбекский инструмент. Я сейчас играю. Многовековые традиции легко воспроизвести даже на самых современных музыкальных инструментах. Впрочем, и культовая гитара в своей истории хранит наследие тысячи лет исполнительского мастерства. А первые аналоги, без преувеличений, появились во втором тысячелетии до нашей эры. Моя история инструмента уходит далеко в истоке в Египет, по идее. Но исходя из того, что это электрогитара, то это довольно-таки новый инструмент. И до сих пор он не окончен окончательно, я считаю. Мне нравится этот инструмент, потому что мне кажется, что этот инструмент довольно-таки очень эмоциональный. И передать через него чувства, разговаривать с публикой мне намного проще. Впрочем, здесь как с любым серьезным увлечением. Секреты владения языком шестиструнного шедевра открываются только трудолюбивым последователям. В первую очередь это желание и старание. И набраться терпения, потому что все просто так не будет. Разумеется, от желания стать рок-звездой до воплощения мечты, бессонные ночи и стертые до мозолей пальцы. По-другому не бывает. Талант можно раскрыть с помощью постоянных тренировок и практики. Горь с тепла после долгой зимы донесем. Пять минут до утра доживем. Наши моры вины поглощают. Время дыра – это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Я думаю, что это в первую очередь, наверное, зависит, как вы говорите, наверное, какой-то дар должен быть в человеке. Потому что, я думаю, технически научиться может в принципе любой человек, кто будет иметь желание, а уже какой-то трюк создать. Это какой-то психологический настрой, наверное, нужен. Если есть желание, то можно все. Желание и репетиция. Потому что я вот как раз когда поступил на магистратуру, я вот по 7-8 часов сидел каждый день занимался. Как бы это не так, что вот просто ты посмотрел урок и все. Это все в практике. Тоже не талант, мне кажется, талант. Не особо, наверное, сильно решает. Я научился на гитаре за 4 месяца. Вначале, когда я поступил в музыкальное училище, там все играли на гитаре. И у меня появилось желание тоже научиться. И купил себе гитару. Сначала играл, учил, аккорды нажимал, зажимал. И сначала были мозоли, и рука так болела. А потом уже привык. Я учился играть на гитаре каждый день по вечерам. Потому что по утрам у меня учеба была. И дома, ну, иногда было такое, типа, соседи приходили домой и жалобы кидали. А, Дажан, ты сможешь наиграть вот эту композицию? Сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все мы знаем, что победителем может стать только один. Самый яркий и талантливый. Я искренне желаю удачи каждому из них. Пусть у вас все получится, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там на сцене кажется, что участники Центра Лейджа с Гатталант просто участвуют в проекте и после возвращаются домой. Но на самом деле, буквально за пару съемочных дней они находят друзей и становятся большой дружной семьей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто-то даже начинает вместе работать. Только представьте себе, представители разных национальностей и культур находят друг друга и создают новые искусства. И все это благодаря шоу «Central Asia's Got Talent». Ребята все хорошие. Ну, по крайней мере, кого мы видели, все друг другу как-то стараются помочь, стараются поддержать друг друга. Есть веселые ребята. Нет, честно, очень интересно здесь. Здесь познакомился с друзьями хорошими. Есть один Шама, вот мы с ним хорошо подружились. Ксении хорошо подружились мы. Здесь вот атмосфера очень чудесная. Мне прям все понравились. Они все такие прям, можно сказать, сильные. Да, и вы знаете, я сам себе говорю, даже если я не пройду, я просто хочу каждому участнику пожелать, чтобы кто-то из Кыргызстана прошел. Я прям за всех болею. Если даже я не пойму, ничего страшного, как говорится. Я все равно буду в Кыргызстане болеть за них и держать за них кулачки. Познакомился с рокерами, там, кажется, из Узбекистана. Хорошие пацаны. Нормально поглядят. Надеемся, что увидимся с ними. Приятная особенность музыкальной культуры в том, что нот всегда семь. А значит, при наличии вкуса можно совместить самые невероятные инструменты. Весь наш экскурс подтверждает, что виртуозно овладеть музыкальным инструментом непросто. Но все, кто прошел этот тернистый путь, понимают и поддерживают друг друга. Я познакомился со своим городом. Есть парень Джасур. Все вместе ездил. Так вот он с Коканда. Классный чувак. В общем, смешной, просто юмористический. Потом познакомился с девушкой одной. Маликя. Она из Ташкента. Просто девушка. Просто крутая. В общем, поет просто нереально. Она учится, оказывается, в консерватории. Вот. Прикольно, классная девушка. Маликя считает, как конкурентом. Когда она поет, я себя чувствую неуверенным. Такой, знаешь, неуверенным. Есть такое. Да. Ну, в общем, я, как сказать, не вижу в ней конкурента. Мне главное, что дружь, познакомился, имея это. Я хочу, чтобы меня мама записала на танцы. И я вот... Меня одна девочка вдохновила. Ева Цойка. Она до меня здесь сидела. И она меня вдохновила своим танцем. Она очень красиво танцевала. Меня это, честно, вдохновило. Я впервые тут, в Туркестане. И за границей. И когда я пришел, у меня такое чувство было. Типа, вау. Красивый город Туркестан. Снова осень и дождь накрывает мой город. Я опять тебя жду, а ты снова игноришь. Я любил и люблю, ты сама это знаешь. И мы вновь далеко, и по мне не скучаешь. Международный отбор потребовал от наших талантов открыть для себя новые границы. То есть буквально впервые потребовалось завести заграничный паспорт. Будем надеяться, он им еще не раз пригодится. Чтобы приехать в Казахстан, впервые я взял загранпаспорт. Вот, уже у меня 4 печати. Да, первая поездка для каждого из нас. И специально подготовили загранпаспорт, чтобы приехать, прилететь сюда. Я думаю, в этом году будет посложнее, чем в прошлом сезоне. Но здесь и подтянулись те таланты, которые не верили, наверное, в этот проект. И сейчас уже конкуренция намного уверенная и сильная, нежели чем было в прошлом году. Перед ними сейчас открываются потрясающие перспективы. Здорово, что мы с вами свидетели того, как они осуществляют свою мечту. Полика, я в тебя верю. Я знаю, что у нас все получится. Ты будешь самая лучшая. Верь в себя. Мы обязательно станем популярными. Мы обязательно победим. Да здравствует группа Гулом. И завтра кто-то из этих ребят станет звездой. Следите за дневниками Central Asia's God Talent. Мы с вами увидимся ровно через неделю с подробностями из жизни героев шоу. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok в Казахстане, телеканал Софина в Таджикистане, КТРК и КТРК-музыка в Кыргызстане, узбекистанский телеканал Севимли и Хазар-ТВ в Азербайджане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok